Юпитер – это настоящий король планет. Его диаметр – 88 846 миль, что делает его в 11 раз больше Земли. А масса – аж 3,5 секстиллиона фунтов. Это в 2,5 раза больше, чем масса всех остальных планет Солнечной системы вместе взятых. Недаром такого гиганта заметили еще во времена античности. Именно древние римляне дали планете название в честь своего бога Неба, Грозы и Отца всех богов. Но вот что интересно. Несмотря на такие гигантские размеры, Юпитер по факту состоит из газа. Он на 90% состоит из водорода и почти на 10% из гелия. То есть никакой твердой поверхности, если бы вы попытались на него приземлиться, то просто провалились бы в слои атмосферы, которые уходят вглубь на тысячи миль. Кстати, об атмосфере. Она состоит из мощных штормов, которые создают знаменитые полосы Юпитера. А самый грандиозный шторм – это большое красное пятно. Его ширина примерно 10 тысяч миль, то есть он больше Земли более чем в 1,6 раза. Причем этот ураган бушует уже как минимум 350 лет. Мощь Юпитера не ограничивается его ураганами. У него самое сильное магнитное поле среди всех планет Солнечной системы в 20 тысяч раз мощнее, чем у Земли. Это поле создает мощные радиационные пояса, которые могут быть смертельно опасны для космических аппаратов. А еще у Юпитера очень много спутников. На данный момент известно о 95 спутниках. Крупнейший из них – Ганимед. Его диаметр – 3273 мили, что делает его даже больше, чем планеты Меркурий. Вот такая серьезная компания у нашего здоровяка. И да, если бы Юпитер был в 80 раз массивнее, он мог бы стать настоящей звездой, потому что в его ядре запустились бы термоядерные реакции. Уверен, что я смог заинтересовать вас. При этом я даже не раскрыл и малой доли самого интересного. Все лучшее впереди. Подробнее о структуре Юпитера Ученые выяснили, что Юпитер по большей мере состоит из газа. Но это вовсе не значит, что структура планеты от этого становится проще. Сейчас мы разберем устройство Юпитера слой за слоем. Начнем с атмосферы. Она простирается на тысячи миль вглубь и состоит в основном из водорода и гелия с небольшим количеством аммиака, метана и водяного пара. Именно эти вещества создают знаменитые полосы Юпитера и его ураганы. Яркий пример – большое красное пятно. Но что скрывается под этой бурлящей атмосферой? Здесь начинается то, что делает Юпитер по-настоящему уникальным. Чем глубже мы опускаемся, тем сильнее растет давление. В нижних слоях атмосферы газ становится настолько плотным, что превращается в жидкость. Это означает, что у Юпитера нет четкой границы между атмосферой и его внутренними слоями. Он плавно переходит из газа в жидкость. Спустившись еще ниже, мы можем наблюдать нечто крайне редкое в Солнечной системе – слой жидкого металлического водорода. Такой слой есть и на Сатурне, который имеет общие черты с Юпитером. Это вещество не встречается на Земле, но при давлении в несколько миллионов атмосфер водород меняет свои свойства и становится похожим на металл. Именно этот слой создает мощное магнитное поле Юпитера. Но что же скрывается в самом центре планеты? Ученые считают, что там есть твердое ядро. Его размер примерно в два раза меньше Земли, а масса – до 20 раз больше. Однако, из чего именно состоит это ядро, до сих пор остается загадкой. Одни исследователи предполагают, что это скала и металл, другие считают, что оно может быть просто размазанным из-за огромного давления. Зафиксируем для себя, что Юпитер – это не просто газовый шар. Это сложная планета с плотными слоями, высочайшим уровнем давления и уникальными физико-химическими процессами, которые мы пока только начинаем изучать. Зафиксировали? Едем дальше. Радиация на Юпитере Юпитер – это не только самая большая, но и одна из самых опасных планет Солнечной системы. И главной угрозой для исследователей планеты является радиация, которая способна пустить по ветру усилия исследователей познакомиться с Юпитером поближе. Я уже говорил, что магнитное поле у Юпитера крайне мощное. Из-за этого вокруг планеты появились гигантские радиационные пояса, наполненные заряженными частицами. Чтобы вы понимали весь масштаб, представьте, уровень радиации только вблизи планеты превышает смертельную дозу для человека в тысячу раз. Такие экстремальные условия делают изучение планеты невероятно сложным. Любая техника, попадая в зону радиационных поясов Юпитера, буквально жарится под мощнейшим потоком частиц. Электроника выходит из строя, а аппаратура получает сильные повреждения. Но ученые все-таки пытались подбираться ближе. В 2003-м космический аппарат Галилео, который изучал Юпитер с орбиты в течение 8 лет, был намеренно направлен в атмосферу планеты. Сделано это было для того, чтобы предотвратить потенциальное заражение других спутников Солнечной системы бактериями с Земли. Галилео сумел проникнуть внутрь бурной атмосферы Юпитера на 125 миль, после чего связь с ним оборвалась. Ученые не имеют достаточного количества информации, чтобы понять, как именно Галилео вышел из строя. Его могло раздавить, расплавить или вообще расщепить из-за сильного давления и температуры. Другая миссия, зонд Юнона, была запущена в 2011-м. Зонд уже давно находится на орбите Юпитера и имеет большую защищенность от радиации. Жизненно необходимая электроника была спрятана в титановом сейфе весом 440 фунтов, способном выдержать в 100 раз большую дозу радиации, чем смертельная для человека. И даже при такой защите аппарату пришлось скорректировать свою траекторию, чтобы минимизировать попадание в самые опасные зоны. И вот что самое интересное. Если бы вы оказались рядом с Юпитером без защиты, ваши клетки начали бы разрушаться всего за несколько минут, а любой космический корабль без специального экранирования прожил бы не дольше нескольких часов. Юпитер – потрясающе красивая и одновременно опасная планета. Иными словами, убийственная красота. Все знают, что на Земле регулярно появляется северное сияние. Надеюсь, что многие из вас видели его собственными глазами. Это сияние в сотни раз мощнее, чем на Земле. И оно никогда не прекращается. Но почему оно происходит? Полярные сияния на Юпитере связаны с быстрым вращением планеты. Газовый гигант делает полный оборот вокруг своей оси примерно за 9,5 часов. При этом он увлекает за собой и свое магнитное поле – источник частиц для сияния – вулканическая активная луна Ио. Ее четыре сотни вулканов постоянно выбрасывают в космос огромное количество разных частиц. Эти частицы попадают на орбиту Юпитера, превращаясь там в плазму. Однако быстрое вращение планеты отталкивает эту плазму, как бы разбрызгивая ее обратно в космос. И вот что действительно удивительно – сияние на Юпитере светится не только в видимом спектре, но и в рентгеновском. Это значит, что если бы вы смотрели на него невооруженным глазом, ты увидели бы гигантские светящиеся кольца на полюсах. А если посмотреть на планету под фильтром рентгена, то вы увидели бы вспышки энергии, которые выделяют больше мощности, чем тысячи атомных бомб. Полярное сияние Юпитера уникально еще и тем, что оно не просто вспыхивает время от времени, как на Земле, а горит постоянно. Это связано с тем, что магнитное поле планеты постоянно захватывает и ускоряет заряженные частицы, продолжая световое шоу. Ну что ж, переходим к следующим интересным фактам о Юпитере. Гравитация Юпитера Факты о гравитационном поле Юпитера не менее впечатляющие, чем те, которые я вам уже рассказал. Вот, например, вы знали, что Юпитер нарекли защитником Земли? Да-да, это не фейк. А все потому, что Юпитер буквально действует как космический пылесос. Его притяжение настолько велико, что он притягивает к себе астероиды и кометы, которые могли бы врезаться в Землю. Например, в 1994 году астрономы наблюдали, как огромная комета Шумекеров Леви-9 столкнулась с Юпитером. Удар был такой силы, что оставил на планете следы размером больше Земли. Если бы комета тогда прилетела к нам, то вряд ли бы я сейчас рассказывал вам эту историю. Кстати, интересный факт по теме. Вышеупомянутая комета стала первым небесным телом, которое упало на Юпитер за все время наблюдений ученых. Комета представляла собой цепочку фрагментов, летящих друг за другом. Сила притяжения Юпитера в 2,5 раза больше, чем у любой другой планеты в Солнечной системе. Если бы лично вы оказались на его облаках, то весили бы в 2,5 раза больше, чем на Земле. Представьте, человек, который на Земле весит 60 кг, на Юпитере бы тянул на все 150, нелегкая ноша. Гравитация Юпитера напрямую влияет на его многочисленных спутников. Она растягивает и деформирует их. Самый впечатляющий пример. Юпитер – уже знакомый вам спутник Ио. Его поверхность постоянно вспучивается и сжимается под действием гравитации, что разогревает недра и заставляет вулканы извергаться силой, которая не встречается нигде больше в Солнечной системе. Многие ученые считают, что на заре существования Солнечной системы Юпитер мог путешествовать ближе к Солнцу и обратно, меняя орбиты других планет. Возможно, именно он вытолкнул Уран и Нептун дальше от центра системы, а может быть, даже стал причиной того, что между Марсом и Юпитером так и не сформировалась полноценная планета, оставив после себя пояс астероидов. Теория ученых очень интересна и заставляет задуматься о реальной роли Юпитера в устройстве нашей Солнечной системы. А пока ученые размышляют над возможным прошлым Юпитера, я расскажу о его многочисленных спутниках. Спутники Юпитера Юпитер отнюдь не одиночка. В 2023-м количество спутников Юпитера равнялось 95. Пока что эти данные актуальны. Сейчас расскажу о самых интересных из них. Кроме Ио, об этом спутнике я рассказывал ранее. Начнем с Ганимеда. Это не просто спутник, а настоящая планета-гигант в миниатюре. Он больше Меркурия и Плутона. Это единственный спутник в Солнечной системе, у которого есть собственное магнитное поле. Ученые считают, что под его ледяной поверхностью скрывается океан, который может быть глубиной до 50 миль. Это в 8 раз больше, чем глубина Марианской впадины на Земле. А теперь Европа. Ученые не исключают, что на этом спутнике могут сложиться условия, пригодные для жизни. Этот спутник покрыт ледяной коркой толщиной в несколько миль, но под ней, по мнению ученых, скрывается жидкий океан, содержащий в 2 раза больше воды, чем все океаны Земли вместе взятые. А еще Европа потрясает своим внешним видом. Ее поверхность вся испещрена трещинами и линиями, как гигантский мраморный шар. Следующий – Калисто. Этот спутник весь усыпан кратерами, а его поверхность считается одной из самых древних в Солнечной системе. Но самое интересное – под внешней оболочкой спутника тоже может скрываться подземный океан. А это значит, что и Калисто может стать неплохим вариантом для появления жизни. Но есть и менее известные спутники, которые тоже заслуживают внимания. Например, Амальтея – крошечный спутник неправильной формы, который буквально светится в темноте. Его поверхность покрыта слоем красноватой пыли, который отражает солнечный свет, создавая загадочное свечение. Выглядит Амальтея действительно необычно. Если бы я не узнал, что это спутник, наверняка бы спутал с астероидом. Нераскрытые тайны Юпитера. В этом ролике мы имеем дело с настоящей планетой-загадкой. Несмотря на десятилетия исследований, Юпитер по-прежнему скрывает множество тайн. И складывается впечатление, что поддаваться изучению он не сильно то и хочет. Ученые все же регулярно делают открытия. Но возникает интересная закономерность. Чем больше мы узнаем, тем большим количеством вопросов задаемся. Одна из самых главных тайн – ядро Юпитера. Мы знаем, что оно существует, но вот какое оно остается загадкой. Одни данные говорят, что ядро плотное и состоит из тяжелых элементов. Другие – что оно может быть размазанным под гигантским давлением. Даже миссия Юноны, которая довольно долго изучает Юпитер, пока не смогла дать точного ответа. Чтобы понять, что же находится внутри, ученым нужны более мощные зонды и, возможно, даже миссия с пробным бурением. Но как пробурить планету, у которой нет твердой поверхности? И способен ли человек создать технику, способную приблизиться к Юпитеру на рабочее расстояние? Еще одна загадка – большое красное пятно. Этот гигантский ураган, размерами больше, чем наша планета, бушует уже несколько сотен лет. Но почему он не исчезает? На Земле даже самые сильные ураганы рассеиваются за несколько недель. А тут ураган держится веками. Справедливости ради стоит сказать, что он все же уменьшается. В конце 19 века его диаметр был около 25 тысяч миль, а сегодня чуть 9 тысяч. Но все же это невиданное явление. Сейчас исследователи пытаются понять, что его питает и когда ураган полностью исчезнет. При датчику уже сказанному прибавьте то, что внутри Юпитера могут идти процессы, которые мы даже не можем смоделировать. Есть предположение, что на глубине тысячи миль могут существовать ледяные дожди из аммиака или неизвестные нам формы водорода, похожие на лаву. Но проверить эти предположения пока, к сожалению, невозможно. Целый ряд вопросов связан со спутниками Юпитера. Мы знаем, что под поверхностью Европы скрывается океан. Но есть ли там жизнь? Для этого нужна экспедиция, которая сможет пробурить ледяной покров толщиной до 12 миль и запустить туда зонд. Миссия Европа Клипер, которая отправится к спутнику в начале следующего десятилетия, возможно, даст нам первые намеки на ответ. И, наконец, вопрос, который интересует всех. Почему Юпитер не стал звездой? У него такой же состав, как у Солнца, но ему не хватило массы, чтобы загореться. Если бы он был в 70 раз тяжелее, то у нас была бы двойная звездная система. Юпитер – прямое напоминание о том, что Вселенная могла сложиться совсем иначе. Но все же, несмотря на то, что к Юпитеру остается много вопросов, нельзя не отметить продвижение ученых. Они сделали гигантские шаги в изучении этой планеты, и нам остается только пожелать им еще больших успехов. А Юпитер пока окутан тайнами. Возможно, самые удивительные открытия ждут нас впереди.